Глава 37 – Те, кто ранжируется в рядах. Клянусь выстроившимися в ряды. Гонящими упорно. Читающими напоминания. Воистину, ваш Бог – единственный. Он – Господь небес, земли и того, что между ними – Господь восходов. Мы украсили ближайшее небо красотой звезд, или звездами. И оберегаем его от всякого мятежного дьявола. Они не могут прислушаться к высшему сонму, и их забрасывают со всех сторон. Чтобы изгнать оттуда. Им уготованы вечные мучения. Но если кто из дьяволов выхватит слово, то за ним последует яркий пылающий огонь. Спроси их, людей, они созданы прочнее, или то, что мы сотворили? Воистину, мы сотворили их из липкой глины. Но ты удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. Когда же они видят знамение, то высмеивают его. Они говорят, это – всего лишь очевидное колдовство. Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и станем прахом и костями? Или же наши праотцы? Скажи, да, и вы будете унижены. Раздастся один только глаз, и все они будут смотреть. Они скажут, горе нам. Это – день воздаяния. Это – день развлечения, который вы считали ложью. Соберите беззаконников и им подобных и тех, кому они поклонялись. Вместо Аллаха. И укажите им на путь в ад. Остановите их, и они будут спрошены. Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу? А нет. Сегодня они будут покорны. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Они скажут, вы приходили к нам справа. Они ответят, а нет. Вы сами не были верующими. Мы не обладали властью над вами. Вы сами были людьми, приступавшими границы дозволенного. Относительно нас сбылось слово нашего Господа. Воистину, мы будем вкушать наказание. Мы ввели вас в заблуждение, и мы сами были заблудшими. Воистину, в тот день они разделят наказание. Воистину, так мы поступаем с грешниками. Когда им говорили, нет божества, кроме Аллаха, они превозносились. И говорили, неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта? А нет. Он принес истину и подтвердил правдивость посланников. Вы непременно вкусите мучительные страдания. И получите воздаяние только за то, что вы совершали. Это не относится лишь к избранным, или искренним, рабам Аллаха. Именно ему готован известный удел. Фрукты. Им будут оказаны почести. В садах блаженства. Они будут возлежать на ложах друг против друга. Их будут обходить с чашей родникового напитка, вина. Белого, доставляющего удовольствие пьющим. Он не лишает рассудка и не пьянит. Возле них будут гурии, потупляющие взоры, большеглазые. Подобные оберегаемому яйцу. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Один из них скажет, был у меня товарищ. Он говорил, неужели ты принадлежишь к числу верующих? Неужели мы получим воздаяние после того, как мы умрем и станем прахом и костями? Он скажет, не взгляните ли вы? Он взглянет и увидит его в середине ада. Он скажет, клянусь Аллахом. Ты чуть было не погубил меня. Если бы не милость моего Господа, то я оказался бы в числе вергнутых в гиенну. Неужели мы никогда не умрем? После нашей первой смерти. Неужели мы никогда не будем подвергнутым учениям? Это и есть великое преуспеяние. Ради такого пусть трудятся труженики. Это угощение лучше или дерево заккум. Мы сделали его искушением для беззаконников. Это – дерево, которое растет из основания ада. Плоды его – словно головы дьяволов. Они будут пожирать их и наполнять ими свои животы. Потом они – плоды заккума, будут смешаны для них с кипятком. А потом их вернут в ад. Воистину, они нашли своих отцов заблудшими. И сами поспешили по их стопам. До них впало в заблуждение большинство первых поколений. Мы посылали к ним предостерегающих увещевателей. Посмотри же, каким был конец всех тех, кого предостерегали. Кроме избранных, или искренних, рабов Аллаха. Нух, Ной, вас звал к нам, а ведь мы прекрасно отвечаем на молитвы. Мы спасли его и его семью от великой печали. И сохранили только его потомство. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Нуху, Ною, среди миров. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он – один из наших верующих рабов. Затем мы потопили всех остальных. Ибрахим, Авраам, был одним из его приверженцев. Вот он пришел к своему Господу с непорочным сердцем. Он сказал своему отцу и своему народу, чему вы поклоняетесь. Неужели вы жаждете других богов, помимо Аллаха, измышляя ложь? И что вы думаете о Господе миров? Потом он бросил взгляд на звезды. И сказал, я болен. Они отвернулись от него, обратившись вспять. Он украдкой пробрался к их богам и сказал, не поесть ли вам? Что с вами? Почему вы не разговариваете? Он подошел к ним и стал бить их десницей. Они, язычники, направились к нему в торопях. Он сказал, неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете? Аллах сотворил вас и то, что вы делаете, или Аллах сотворил вас, и сами вы ничего не делаете, или Аллах сотворил вас. Что же вы делаете? Они сказали, соорудите для него строение и бросьте его в огонь. Они замыслили против него козни, но мы сделали их нижайшими. Он сказал, я ухожу к моему Господу, который поведет меня прямым путем. Господи, одари меня потомством из числа праведников. Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал, сын мой. Я вижу во сне, что зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь. Он сказал, отец мой. Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых. Когда они оба покорились, и он уложил его на Бог. Мы воззвали к нему, Айбрахим, Авраам. Ты оправдал сновидение. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Это и есть явное испытание, или явная милость. Мы выкупили его великой жертвой. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Айбрахиму, Аврааму. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он – один из наших верующих рабов. Мы обрадовали его вестью об Исхаке, Исааке, пророке из числа праведников. Мы благословили его и Исхака, Исаака. Среди их потомства есть творящие добро и поступающие явно несправедливо к самим себе. Мы оказали милость Мусе, Моисею, и Хоруну, Аарону. Мы спасли их обоих и их народ от великой печали. Мы оказали им помощь, и именно они стали победителями. Мы даровали им Ясное Писание. И повели их прямым путем. Мы оставили о них в последующих поколениях добрую молву. Мир Мусе, Моисею, и Хоруну, Аарону. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, они – одни из наших верующих рабов. Ильяс, Илия, также был одним из посланников. Он сказал своему народу, неужели вы не устрашитесь? Неужели вы взываете к балу и оставляете самого прекрасного из творцов? Аллаха, Господа вашего и Господа ваших прадцев. Они сочли его лжецом, и все они непременно будут собраны в аду. Кроме избранных, или искренних, рабов Аллаха. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ильясину, Ильясу, или семейство Ясина. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он – один из наших верующих рабов. Лут, Лот, также был одним из посланников. Мы спасли его и всю его семью. Кроме старухи, которая была в числе оставшихся позади. Затем мы уничтожили всех остальных. Вы проходите мимо них утром. И вечером. Неужели вы не разумеете? Юнус, Иона, также был одним из посланников. Он сбежал на переполненный корабль. Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим. Его проглотила рыба, когда он был достоин порицания. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха. То непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен. Мы взрастили над ним, или возле него тыкву. Мы отправили его к ста тысячам, или даже больше того. Они уверовали, и мы позволили им пользоваться благами до определенного времени. Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них – сыновья. Или же мы сотворили ангелов женщинами, и они присутствовали при этом. Воистину, по своей лживости они говорят. Аллах родил. Воистину, они – лжецы. Неужели он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? Что с вами? Как вы судите? Не помянуть ли вам назидание? Или у вас есть ясное доказательство? Принесите же ваше писание, если вы говорите правду. Они установили родство между ним и джиннами, но джинны знают, что они будут собраны, неверующие будут собраны в гиенне, или джинны будут собраны для расчета. Аллах превыше того, что они приписывают ему. Не делают этого только избранные, или искренние, рабы Аллаха. Вы – многобожники, и то, чему вы поклоняетесь. Не сможете отвратить от него никого. Кроме тех, кому суждено сгореть в аду. Ангелы сказали, у каждого из нас есть известное место. Воистину, мы выстраиваемся рядами. Воистину, мы прославляем Аллаха. Они, мекканские многобожники, сказали. Если бы у нас было напоминание от первых поколений. То мы непременно были бы избранными рабами Аллаха. Они не уверовали в него, и скоро они узнают. Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово. Воистину, им будет оказана помощь. Воистину, наше войско одержит победу. Отвернись же от них до определенного срока. Посмотри на них, и скоро они увидят. Неужели они торопят мучения от нас? Когда они сойдут на их участки, то скверно будет утро тех, кого предостерегали. Отвернись же от них до определенного срока. Посмотри, и скоро они увидят. Твой Господь, Господь могущества, причистый далек от того, что они приписывают ему. Мир посланникам. Хвала Аллаху, Господу миров.